Ну что ж, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, мы начнем нашу конференцию, я ее открываю. Я рад приветствовать всех участников, всех гостей, которые здесь у нас собрались. Я вижу уже очень много участников, которые у нас традиционно выступают с докладами. Есть и новые гости, это очень приятно. Ну, прежде всего, что бы хотелось сказать. Тема конференции «Закадровое искусство. История и теория киномузыки» для московских консерваторий является в некотором смысле инновационной. Потому что мы, конечно, в первую очередь привыкли заниматься музыкой, ну, так называемой академической традиции, музыкой классической. Но сейчас, так же, как и в древние времена, музыка имеет очень разные формы бытия. Подчас даже очень неожиданные формы бытия, которые совершенно не укладываются в наши традиционные представления, которые требуют совершенно особого осмысления. И вот одной из таких, можно сказать, новейших форм, новейших им, пришедших по-настоящему двадцатому веке, новейших форм бытия музыки, стал кинематограф, конечно. Это удивительный союз музыки и кино. Потому что вот как-то в прежние времена, в девятнадцатом, восемнадцатом веке, своеобразной такой моделью для музыкальной драматургии был театр. Это было достаточно очевидно. Эту тему написано много трудов. Ну вот появилось кино. Казалось бы, в чем-то продолжающая идея театра. Но в основе своей принципиально противоположное явление, абсолютно противоположное, где может быть разницы гораздо больше, чем общего. И вот музыка стала себя вести в кино, конечно, совершенно по-особому. И мы знаем пропозиторов, которые вот неотделимы от мира музыки. Вот имена того же Филиппа, Тарковского, Берлина, Сокурова и многих-многих других, ну да, они упоминаются именно вот в том же ряду, что имена крупнейших композитово двадцатого века. Они взаимодействуют с музыкой, с музыкальным театром. Они ставят оперы, они как или иначе используют музыку в своих фильмах. И обо всем об этом речь будет идти на нашей конфликции. Вот, что особенно приятно, на этой конференции достаточно много докладов такого общеэстетического, общетеоретического и методологического плана. Вот тут несколько таких, я имею в виду, тем. И это очень важно, потому что действительно вот такое собрание, которое у нас сейчас состоится, я думаю, оно должно стать важной вехой в изучении. Да, пожалуйста, проходите. Извините, что мы немножко раньше начали. У вас такая накладка. Присаживайтесь. Вот. Это действительно должна быть очень важная веха в изучении. Не только для музыковедения как такового, но вот для той новой синтетической гуманитарной науки, которая объединяет и изучает различные формы культуры. Изучает культуру в различных ее проявлениях, где очень трудно отделить музыку от других, так сказать, рядов. Вот, да, есть даже такое понятие, вот, звуковой ряд, там, словесный, видеоряд. Ну, подчас, иной раз и трудно бывает на эти ряды и выделить, как это все тесно перепитается. И вот, конечно, очень важно будет ваше слово, обсуждения, которые здесь будут, и вот выяснение каких-то методологических основ изучения вот этих новейших, новых форм искусства. Ну, и, конечно же, вы понимаете, конференции бывают разного масштаба. Можно провести такую скромненькую конференцию со своими собственными силами, силами Московской консерватории, пригласить из соседних вузов Москвы кого-нибудь. Но мы, благодаря очень щедрой помощи компании «Олимпик Сити», смогли действительно сделать конференцию международной, с привлечением крупнейших специалистов и из-за рубежа, и из других городов России. И вот это, конечно, придает совершенно иной масштаб. Поэтому особую благодарность обожаю компании «Олимпик Сити». И все мы благодарим, вот это, «Олимпик Сити» — это член Попечинского совета. Так, все, ваше.